Сегодня день памяти и скорби. День, который навсегда записан в истории, как начало самой кровопролитной войны в истории человечества. Омские коммунисты почтили память героического советского народа в Великой Отечественной войне возложением цветов у вечного огня в парке Победы. Фашистская Германия обрушилась на молодую советскую страну, объединив вокруг себя покоренную Европу, которая стала ее союзником. Война унесла почти 27 миллионов жизней советских людей. На фронтах погибла самая сильная, самая работоспособная часть населения страны. Вечная память о них, конечно, должна жить в нашем народе. Но как и должна жить память о том, что наш народ может победить любого врага, насколько бы силен и во сколько бы раз не происходил он нас по своей экономической мощи, по богатству, может быть, по многим другим параметрам. Но сила духа, воля нашего народа, готовность на массовый героизм, на массовое самопожертвование, она переламывает самые любые ситуации. Возложение цветов к памятникам погибшим воинам состоялось сегодня и в районах области. К примеру, в Большеречи коммунисты принесли венки и цветы к отреставрированному в этом году мемориалу воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Коммунисты райкома партии Ленинского округа города Омска возложили цветы к монументу воинам-освободителям на Бульваре Победы. Почтить память борцов за нашу землю, за советскую власть, которые погибли, одержав победу, после чего мы жили столько лет при советской власти. И наши недоброжелатели, враги, развалили советскую власть. Но мы память чтим, будем помнить всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова